Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десять лет назад компания друзей отправилась в путешествия. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру. И даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу «Орел и Решка». Орел! 530 выпусков. Десятки звездных ведущих. 60 миллионов телезрителей во всем мире. Миллиард просмотров на ютубе. О нас говорила даже Мадонна. Я впервые что-то выиграл. В честь десятилетия мы дарим нашим зрителям 10 выпусков, которые проведут суперзвезды. С днем рождения! С днюхой вас, друзья! Поздравляю. День рождения! С днем рождения, Решка! С десятилетием больше путешествуете! Открытых границ! И отрицательных тестов на коронавирус! С днем рождения! С десятилетия! Люблю до чертиков! Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с Орел и Решка – это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все вместе с премиальной картой Мастеркард. Вот это уровень, вот это я люблю. Важно узнать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Привет, друзья! Это «Орел и Решка». А мы группа «Артика-Асти». Знакомьтесь, Артик, он же Артем Умрихин и Асти или Аня Дзюба. В тот самый год, когда родилась «Орел и Решка», родился и их дуэт. Прошло 10 лет, и сейчас под их грустный дэнс весело двигаются миллионы людей. Как вы поняли, мы не профессиональные ведущие, поэтому не судите нас строго. Но сегодня мы прилетели в Коста-Рика. Ты знаешь, мне кажется, мне здесь понравится. Потому что костариканцы уже который год подряд занимают первое место в рейтинге самых счастливых людей на планете. В чем же рецепт костариканского счастья? Сейчас узнаем. Кидаем. Если честно, немножко дрожат руки. Мне так страшно. А что ты выбираешь? Орел. Решка. Решка. Что это значит? О, Боже, спасибо! Поздравляю! О, Боже, у меня мурашки, я пошла пока! Ребят, тут где-то деньги поменять можно в аэропорту? О, Боженька, спасибо! Коста-Рика означает богатый берег. Но ее богатства необычные. Их нельзя запереть в сейфе или положить в банк. Они клокочут. Они шумят. Они живут в кронах деревьев. Плавают в океане. Ползают. И бегают. Порхают и прыгают. Сегодня мы отправляемся на поиски этих богатств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, поменял 100 долларов. На 100 долларов у меня вышло 61 тысяча коста-риканских колонн. Симпатичные, красивые. В Коста-Рике пользуются купюрами из пластика. Это очень удобно в жарком климате. Деньги не мусолятся и служат дольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тысяча колонн улетело. Тысяча колонн – это, мне кажется, где-то около одного доллара. Чуть больше. Но для меня-то это целое состояние. В общем, я погуглил. Все пишут, что в столице Коста-Рике, в Сан-Хосе, делать особо нечего. Сан-Хосе – это столица Коста-Рики. А еще – это поразительно грязный и отталкивающий городишко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше смотреть страну изнутри. Нужно прокатиться по стране, посмотреть на красоты, на природу. Сейчас попробуем. Только надо найти на чем. Потому что такси тут дороговато. Один километр стоит один бакс. За два дня набежит пара сотен. На автобусах тоже не наездишься. Маршрутов мало и многие ходят только раз в день. Тут, кстати, я узнал, что взять машину в аренду, в принципе, не так уж и дорого. Всего лишь 20 долларов в сутки примерно. Но зато ты едешь с комфортом на своей машине. Мне кажется, я готов потратиться. Блин, тут только одна проблема – нужна кредитная карта. Сань, у тебя есть карта? А свою можно? А, сейчас пойду попрошу Ваню. У нее-то наверняка есть. Так, куда же потратить деньги? Слушай, давай по-братски, пожалуйста, карту надо. Я хочу тачку взять, но там нужна карта. На деньги ты мне отдашь? Я тебе дам прямо сейчас. Можно онлайн заказать? Да, давай посмотрим тогда онлайн. Вот. Вот эту самую дешевую. Вау, за 20 баксов я думал, честно, что у меня будет какой-то корыто. Но реально это джекпот. Беленькая, красивенькая, точилечка. Никаких общественных транспортов. Я крутой. С испанского языка Коста-Рика переводится как богатый берег. Но сейчас я нахожусь непосредственно далеко от этого берега в центре страны. И что ж, для того, чтобы срочно до него добраться, я решила арендовать частный самолет. Привет. 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 Он такой маленький и такой низкий. Мне кажется, это страшно. Я переживаю, это страшно. За полет на таком старичке в Коста-Рике с вас не постесняются взять почти тысячу долларов в одну сторону. Меня предупреждали, что в Коста-Рике нужно быть особенно осторожным и внимательным за рулем, потому что здесь особые правила дорожного движения. Во-первых, здесь можно ехать выпившим. За два бокала тебя не арестуют, ничего тебе не предъявят. Второе, то, что меня больше всего удивило, то, что здесь до 2012 года вообще, в принципе, не было знаков на дороге. Поэтому, как они ездят, я не понимаю. Первый знак за всю дорогу. Уступи дорогу. Уступил, можно проезжать. Мама, как красиво! Мама! Все 3 территории Коста-Рика занимают льса. Да, когда ты летишь, добраешь впечатление, что по тобой просто огромное зеленое петло, которое у тебя не с конца и края. На самом деле здесь очень-очень красиво, невероятные виды. Камера так не передает, это точно я знаю. Коста-Рико знаменита своей природой. Все богатые и бюджетные развлечения тут тоже связаны с этой самой природой. Далее что на побережье Тихого океана. Говорят, там отдыхают самые богатые люди мира. Мне это подходит? Там я собираюсь жить как миллионер. И испробовать самые дорогие развлечения Коста-Рики. А на 100 долларов тут остается исследовать центральную часть страны. Смотреть на вулканы, забираться в джунгли к диким зверям и пробираться к водопадам и пещерам. Звучит как план. В Коста-Рике комфортно отдыхать только тогда, когда в кармане есть тысячи долларов. Поэтому Коста-Рика часто мелькают в инстаграммах супермоделей и звезд Голливуда. Тут загорают Леди Гага, Хайди Клум и Ирина Шейк. Зак Эфрон тут серфит на волнах. А Мэл Гибсон даже прикупил виллу на побережье. Надо будет потом пролететь над шутками, хотя бы связку с бананом Артику кинуть, что ли? Ха-ха-ха! Богачи приезжают на побережье Тихого океана в провинцию Гуанакасте. Лучше отелей, чем здесь, не найти во всей Коста-Рике. Мой отель называется «Дабл Ви». «Дабл Ви» – это подразделение знаменитой отельной империи – Мэриот. Об отелях сети «Дабл Ви» говорят, что они созданы модными дизайнерами для золотой молодежи. Дизайн тут и правда лезет из всех щелей. Гляньте, какие корпуса, похожие на гигантские грибы-сыроежки. Хотя по задумке архитектора они должны напоминать деревья Гуанакасте – символ Коста-Рики. Деньги не проблема, да? Спасибо. Это правда можно было? Всегда мечтал быть на месте ведущих «Орла и Решки». Ой, ну что у вас тут за номера побогатого? Сейчас проверим. Все в номере напоминает о том, что ты приехал на океан. Вместо скучной барной стойки – серферская доска. На стене кислотный принт, похожий на пляжное Парео. Лаунж-зона – как огромный каркас корабля. Сиди, смотри телевизор, попивай шампанское. Вау! Это красиво! Вот это по-царски чудеснейшая кровать. Моя! Это что здесь такое? Мне кажется, вот эта вещь компенсирует отсутствие ванной. Это же так круто – купаться в маленьком своем бассейне напротив вот этого чудесного вида. Хотя почти за тысячу баксов номер мог бы быть и поближе к океану. Кого-то едят, змею, смотри, змею едят. На дорогах Коста-Рики очень много сбитых лесных зверей. К счастью, многим везет больше, чем этому броненосцу. Их подбирают и выхаживают. В Коста-Рике невероятное количество приютов и реабилитационных центров для диких животных. В один из них мы сейчас прямо и направляемся. Ну что, мы приехали в Центр спасения животных. Сразу скажу, это не зоопарк. Просто так пообщаться с животными здесь не получится, если ты не волонтер. Как им стать – сейчас узнаем. Субтитры создавал DimaTorz 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 Коста-Рика – очень дорогая страна. С бедного туриста тут за все дерут деньги. Во всем мире волонтеры работают бесплатно, а здесь за грязную работу самому нужно доплачивать. Субтитры создавал DimaTorz А, они приготовляют еду для… сейчас, наверное, будет время кормежки. Субтитры создавал DimaTorz Не поверите, от желающих поработать нет отбоя. Особенно это модно у студентов из развитых стран. Вот этот парень приехал из Швейцарии. Субтитры создавал DimaTorz А вот девушка училась в Кембридже, а теперь платит 150 баксов, чтобы готовить обезьянам. Субтитры создавал DimaTorz Слушай, на самом деле такой салатик я бы и сам съел с удовольствием. Итак, дамы и господа, вернее, звери и птицы, кушать подано. Для вас, еноты, изысканный салат из папайи и арбуза. Близнецам-капуцинам – мякоть ананаса. Для черных ревунов – бананы под листьями салата. А оленям – арбузные корки со свежим латуком. Но самая необычная подача у сеньоров-ленивцев. Им накрывают обед в специальных подвесных кашпо. Просто большую часть жизни ленивцы проводят на деревьях. На них же и питаются. И если такому чудику оставить еду на земле, то спускаться за ней он будет целый день. Пока ленивцы топчут морковку, их можно хорошенько рассмотреть. У них смешной нос, сопливый, как гриб масленок. А шерсть, гляньте, растет не от спины к пузу, а наоборот. Так устроено, чтобы во время тропических дождей брюхо звереныши не промокало. Сзади он мне напоминает Чубаку из «Звездных войн». Хотя и спереди тоже. Самые неспокойные и крикливые товарищи на этом званом обеде – попугаи. Их в приюте больших сотни. По-моему, они ее сейчас разорвут. Смотри. Смотри, дерутся даже. Во! Ха-ха-ха! Он ее укусил. Ой, они какие-то агрессивные стали. Ой, е... Ха-ха-ха! Нет, скусил мне палец. Короче, я хочу сделать одно заявление. Пусть это раскроет все тайны программы. Но если вы думаете, что у меня как-то вообще страшно, я просто чуть-чуть переигрываю и показываю, что как-будто мне страшно, я боюсь их кормить. На самом деле все же понимают, что я ничего не боюсь. Это не страшно. Это был просто куст. Я тоже поеду смотреть на костариканских животных. Но не на каких-то там попугаев, а на огромных китов. Мне в этом поможет вот этот чудо-аппарат. И да, стоит это развлечение 600 долларов. Автожир. Напоминает недоделанный вертолет. Какой-то он маленький, хлипкий. Нет, я не хочу что-то повернуть. А то, что, просто приезжай. Просто приезжай. Просто приезжай. Сначала левая нога. Потом правая нога. Бабуля в деле! Отлично. Да. Та-дам! 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 Казахстан оказался очень крутой штуковиной. Он летит в считанных метрах над волнами. Так, что чувствуешь на себе соленые брызги. И вдруг в темно-синей воде показался огромный силуэт. Вот же они! Огромный кит! А рядом с ним еще маленький китенок! Этот вид китов называют горбатыми. Но горба у них на самом деле нет. Просто, когда они ныряют, то выгибают спину. Будто горбятся. Коста-Рика – единственное место, где встречаются друг с другом стаи горбатых китов из Арктики и Антарктиды. С разных концов земли они плывут сюда, чтобы размножаться и выращивать своих детенышей в теплых водах. Самая загадочная и волнующая часть коста-риканской природы – это ее вулканы. Самая загадочная и волнующая часть коста-риканской природы – это ее вулканы. Друзья, сейчас мы приехали на самый известный вулкан в Коста-Рике. Он называется Пуаз. Я хочу заглянуть ему в самую душу, в самое жерло. На Пуаз самому залезть нельзя. Только с экскурсией. Важная информация, что билет стоит для местных полтора доллара, для иностранцев – 15. В 10 раз больше. Нужно выбрать каску, потому что на голову могут попасть какие-то осколки вулкана. Пуаз – действующий вулкан, и относиться к нему нужно очень серьезно. Здесь очень-очень опасно, можно надышаться газом. Если вдруг станет плохо, то даже скорую помощь будет вызывать. Зачем мне это надо? Из-за ядовитых серных испарений вся экскурсия длится только 20 минут. Так. Короче, тут написано, что мы вступаем в опасную зону вулканическую. Блин, мне уже тяжело дышать. Не знаю, это из-за того, что мы в гору шли, или из-за того, что здесь мало кислорода. Мне кажется, и то, и то. Вау. Мы подходим. Здесь прямо жерло вулкана. Ой. Просто вообще ни фига не видно. Одни тучи. Обещали, что я увижу жерло вулкана. Я хотел показать своему малому лаву. А что в итоге? Просто облака? У-у-у-у! И ветер. Вулкан Пуаз страшно капризный. Почти все время он окутан плотными облаками. Говорят, если прийти рано утром, кратер можно увидеть с вероятностью 50 на 50. А если в полдень, как я, то почти без шансов. Вау! Вот-вот-вот видно. Так вот ты какой! Открылся! Вы не представляете, какая это удача! Диаметр гигантского кратера почти полтора километра. Это самый большой действующий кратер в мире. А что это там? В самом центре кратера озеро странного, молочно-бирюзового цвета. Оно пыхтит и дымится. В самом озере нет жизни, а его дно покрыто жидкой серой. Пуаз показался всего на пять минут, а потом снова скрылся за ядовитым кислотным туманом. Помните, я вам говорил, что здесь опасно? Это не просто так. То, что здесь настоящее убежище, описано безопасной зоной. Если вдруг вулкан оживет, нужно прятаться сюда, чтобы быть в безопасности. О, слышите сирена? 20 минут прошло. Идемте обратно. Что-то у меня кружится башка. Или, может, я уже себе напридумал? Такое тоже может быть. Раз уж мне выпала безлимитная карта, нужно испробовать главное морское развлечение Коста-Рики. Ребята, я решила побороть свой страх. Я безумно боюсь глубины и вообще воды. И сегодня я решила заняться дайвингом. Я ничего не обещаю, но надеюсь, что с вашей поддержкой, с Божьей помощью у меня все получится. Держим кулачки. Дайвинг с инструктором по Коста-Риканской традиции стоит безумных денег – 1200 долларов. Пока, Кэп! Это будет ваш первый раз? Да. Как вы чувствуете? Бед. Бед? Почему? Да! Может, у меня костюм будет мало? Я поживу своим страхом, нет? Я с удовольствием. Ой, какой он плотный. Смотри, костюм. Смотри. О, мой Господи! О, мой Господи! О, мой Господи! Не потеряю страх просто. О, пожалуйста! Остановите это, я свалю. Я умру там! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Оху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху» «О-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-хуа» «О-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-хуу» «О-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху» «О-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху» «Перегается онлайн-п HASСЕХ?» «Вса processes этот час, я не вижу какие-то ночи-какеры». Ребят, я не капризничаю, я реально до жути боюсь глубины. Как-то в детстве я плавала с подругой и, возвращаясь к берегу, думала, что уже смогу достать ногами до дна. Но дна под ногами не оказалось, и я просто пошла под воду. Было не глубоко, но я наглоталась столько воды, что чуть не захлебнулась. Ребят, я действительно очень переживаю из-за того, что я не смогла показать вам всю эту красоту. И это действительно огромнейший мой страх. Я не знаю, как люди, которые когда-то тонули, могут снова погрузиться под воду. Может, ты нырнешь и покажешь все, ребята. А я потом посмотрю по телекоте и все. Можно? Спасибо, дай Бог тебе здоровья! Спасибо! Я пью валерьянку, потому что у меня трещер. Тихий океан тут мутный и какой-то тусклый. Вместо ярких кораллов на дне только огромные булыжники. Но между камнями настоящий подводный город. А каждая щель, каждая дыра – чья-то квартира. Вот хищный угарь – мурена. Она явно недовольна, что заглянули в ее квартиру. Здесь спрятался осьминог. Найдете его с первого раза. А вот на прогулку вышли рыбы-флейты. Рядом с ними по своим делам спешат колючие иглобрюхи. Ого! Это что, морской конек, что ли? О, это что, скаты, что ли? Офигеть, как их много! Так-с, продолжим. Вон там между камнями припарковался скат-хвостокол. Неподалеку отдыхает леопардовый скат. А тут словно набирает высоту скат-орляка. Офигеть. Вы знаете, вот так я готова смотреть на дайвинг. Участвовать в нем. Такими темпами, как у меня уходят деньги в Коста-Рике, я боюсь, что даже на поесть не останется. Поэтому предлагаю сделать небольшую остановочку сейчас, чтобы перекусить. Самая дешевая еда в Коста-Рике в местных столовках. Здесь их называют сода. Ням-ням. Короче, пока жду, расскажу вам, что такое сода. Раньше урториканцы заглядывали в такие вот забегаловки, чтобы выпить обычной газировки содовой. И так вот закрепилось такое название. Теперь здесь на каждом углу можно увидеть сода, сода, сода. Теперь они выглядят вот так. Можно не только выпить, но еще и поесть. Я заказал типичное коста-риканское блюдо. Оно даже типичнее, чем паста в Италии или бургер в штатах. Это ассорти из всего. И оно называется касада. Само блюдо выглядит, как будто бы мы приехали в Турцию на all-inclusive и набрали всего по чуть-чуть в одну тарелку. Банан жареный, рис, лайм, салат, картошка фри, бобы и вот эта вот свининка. Такая гора еды досталась мне всего за 4 доллара. Богачам в Коста-Рике тоже, между прочим, подают касада. Но за 100 долларов. Отличие только в том, что еда не просто свалена в кучу, как у некоторых, а подана, как в дорогущем ресторане. Какой-то рисик с кукурузкой. И красный окунь в обнимку с весенним салатом. Похоже на мамину жареную рыбу, типа в детстве судак. Жареный банан. Ну, то же самое, что банан, только жареный. Рис. Рис как рис, как у нас. Салат с кукурузой. Кукурузы в Латинской Америке дофига. На вкус такой же, как у меня на кухне дома. Касада переводится с испанского как «женатый». По традиции это блюдо готовит молодая жена в первый день после свадьбы, чтобы понять, какую еду больше всего любит ее муж. Честно, не знаю, как здесь заведено у молодоженов, но после такого блюда огромного на второй свадебный день можно случайно не влезть в костюмчик и в штанишки. Мой вывод. Коста-риканская кухня в отелях – это та же деревенская еда, но красиво оформленная и по ценам, как на 5-е виню. День в Коста-Рике очень короткий. Уже к 6 вечера на улице кромешная тьма. Короче, Сань, я тут подумал, какие новости. Денег осталось очень немного, а еще завтра целый день впереди. Логично будет поспать в машине. Не знаю, как у вас тут принято, не принято. Меня в принципе не обломает. После насыщенного впечатлениями дня хочется поскорее добраться до своего номера с террасы. Оооо! Что, блядь? Фу! Я должна это снять. Какой он огромный, как ящерица. Я боюсь подумать, какие тут могут быть тараканы. Как спать теперь? Эй, вы меня спасете, уберите его, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Тяжи отсюда, пока ничто не вернулось. В этот уикенд со мной моя премиальная карта Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Ха-ха-ха, ты меня напугал. Спать в машине, конечно, такое себе удовольствие. Мне кажется, вообще не выспался. Даже не помню, когда последний раз это делал. Но, чего не сделаешь ради приключений. Очень удобно, что в Коста-Рике развита система аренды машин. Можно взять тачку в аэропорту и сдать ее в любой точке страны. Ну что, правило есть правило. Придется отдавать машину, которую я взял на один день. А дальше своим ходом. Я приехал в городок Ла-Фортуна. Прямо у подножия гигантского вулкана Ореналь. Возле Ла-Фортуны полным-полно Коста-Риканских приключений. Хватит на весь день. Вы знаете, я подумала, что два дня сидеть в отеле с безлимитной картой, это как минимум несправедливо и очень скучно. Поэтому сейчас я еду в самый крутой национальный парк Коста-Рики, Монте-Верде. Ну что, вы со мной? Так уж быть, поехали! Еще одно сокровище Коста-Риканской природы – это ее водопады. Особенный шик – искупаться в водопаде. Конечно же, не бесплатно. Коста-Риканцы и тут обдирают туристов – 18 баксов за входной билет. В два раза больше, чем для местных. Я уже устал. Классно, конечно, но такой длинный спуск. А что же будет, когда мы пойдем обратно? У меня ноги подкашиваются уже реально. Не держат. С каждым шагом шум воды становится все громче. И показывается он – водопад «Ла Фортуна». Реально впечатляет. «Матушка природа». Реально впечатляет. «Матушка природа». Невероятно. Водичка очень прикольного цвета. Уже жду не дождусь, когда я туда нырну. Надеюсь, она хотя бы не очень холодная. Купаться в водопаде – это только на словах легко и красиво. На самом деле дико сложно. Брызги лупят в лицо с ураганной силой. А сила падающей воды такая, что запросто оглушена. Ху-ху-ху! Одно из развлечений в парке Монте-Верде – это взобраться на дерево. Вы скажете, ну ты, Аня, молодец, проехала полмира для того, чтобы просто полазить по деревьям. Но это не обычное дерево, ребята. Это дерево – убийца. Там внутри так красиво капец. Я теперь понимаю, что туда люди лазают. Это фикус-душитель. Сначала он выглядит, как виноградная лоза. Обвивает дерево. Тоненький. Потом становится толще. Он питается соками дерева, обвивает его полностью и убивает. Душит, как удав. Дерево погибает, сгнивает и внутри образуется пустота. Представляете, какой ужас. Это убийца, ты знаешь? Соблюдая древние традиции орла и решки, я прячу эту бутылку торжественно и сто долларов в ней. Чтобы найти клад от орла и решки, отправляйтесь в парк Монтеверде и ищите там огромное дерево фикус. Внутри него и спрятана заветная бутылка со ста баксами. Всем привет! Готовы к приключениям? У меня остались деньги, которые можно потратить на еще одно природное сокровище Коста-Рики – пещеры Венадо. Автобусы к пещерам не ходят, на такси денег нет, поэтому остается торчать на дороге и голосовать. Давай, остановись только. Привет! Привет, друзья! Где ты? Нужно идти в Бенадо. Конечно, я в ту же сторону. Ооо! Спасибо! Спасибо! Так, что-то я не понял. Где все люди? Походу, пандемия сделала свое дело. Ну, для нас это хорошо. Теперь у меня зато будет VIP-тур. Привет! Привет, друзья! Сколько стоит? Это стоит 28 долларов. Ооо, у меня. Цены уже не удивляют. Дороговато, но, будем надеяться, оно того стоит. Ой, на что вы меня подписали, ребят? Старый я уже для этого всего. Старый. Мои белые носочки. Нет. Ну, как я вам? Ооо, на встречу приключениям! Ооо, на встречу приключениям! Смотри, крокодайлы? Нет, не крокодайлы. Нет? Шарк? Нет, нет, нет. Нет? Только маленькие спайдеры. Спайдеры? Да, да. Вау! Я впервые в пещере. Говорят, что пещеры Венада – одни из самых древних пещер на планете. Им около 20 миллионов лет. Долгие годы эти пещеры находились под водой. Но в результате землетрясений и движений земной коры они буквально вылезли на поверхность. В некоторых местах высота потолков пещеры достигает 35 метров. На минуточку – это высота 12-этажного здания. Офигеть! Если честно, даже мне, взрослому дядьке, здесь как-то стрёмно. Повсюду что-то капает. Пикает. И будто дышит тебе в спину. Может кто-то за дублера скатит? Спиной все равно. Как будто бы я сейчас переоденемся и пойдете. А я подожду вас там. Раньше в этих пещерах не боялись жить индейцы. Они выдолбили в скалах целую систему ходов. А сейчас в кромешной тьме устроились летучие мыши и куча всяких мерзких насекомых. Стоп! 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 Не надо! Тьфу! Стоп! Не надо! Стоп! Не надо! Короче, все, кто любят фильмы про индиана джонс, все, кто любят приключения, обожают пауков, летучих мышей, тогда вам сюда. Я здесь за чекинился, но сегодня с меня хватит. Пойду обратно в цивилизацию. Главный аттракцион, ради которого ездят в парк Монте-Верде – это банджи-джампинг. Это прыжок в пропасть, где за твою жизнь отвечает всего лишь резиновый трос, прикрепленный к ногам. Вот она, малышка. Это очень страшно, здесь такой ветер, который тебя просто сдувает. Здесь холодно. И мне даже кажется, что скоро будет ураган. Совсем эта конструкция, если честно, не выглядит очень безопасной и сильной. Похожа на ручки от рюкзачка, которые ты носишь на спине. Спокойнее от этого, если честно, не становится. То есть когда ты прыгаешь, еще в тебя может врезаться птица. Спасибо. Всякие такие штуки на меня цепляют, безопасные. Ребята, какой ветер! Я не думала, что я так сильно боюсь высоты. В самолетах вообще это не ощущаю. А-а-а-а-а! Я посадила вниз! А-а-а-а! Я посадила вниз! А-а-а-а! Господи! А-а-а! Как страшно, мамочки! Серьезно, я нифига не шучу! Если вдруг вы боитесь высоты, даже не смотрите эту часть сюжета! Мне кажется, я укакалась! А-а-а-а! Как же он свистит! Страшно! Мы подъезжаем к этой штуке! А-а-а! Господи! Нет! Я не могу! Я не могу! Ребята, пожалуйста, я вас умоляю, давайте ехать обратно, я не буду на этой карусельке джунглей. А-а-а-а! Торзанка, ну что шатается? Ребята, пожалуйста, я вас умоляю, давайте обратно! Пожалуйста, давайте обратно. О-а-а-а-а-а! Пожалуйста, пойдем обратно, пожалуйста. Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, это очень страшно. Я не думала, что эта веревочка меня бы спасла, конечно, но за что-то очень хочется держаться. Что я вам могу сказать, ребята? Насколько мне сказали, это считается одной из самых высоких точек в мире, где занимаются банджи-джампингом. И сюда едут специально ребята, которые практикуют этот экстремальный вид спорта за новыми впечатлениями. Что я вам могу сказать? Ну, его в баню. Хотите экстрима – езжайте сами, потому что мне экстрима вот на передаче этой хватило уже с головой. Коста-Рика переводится как «богатый берег», но правильнее ее будет назвать «берег для богачей». Трехзначные суммы на все развлечения просто шокируют. Наверное, поэтому Коста-Рика еще не скоро будет в топе стран для наших туристов. Ань, ну хватит жаловаться. Зато где бы ты увидела столько дикой природы? Это был просто куст. Честно, я люблю природу, но немножко страшно. Спасибо, до свидания. Я пойду, наверное, если честно. Ура, Артик! Боже, привет! Наконец-то! Ура, ура! Как я рад тебя видеть! Я тоже тебя буду рада! Что-то родное свое! Ну рассказывай, что там у тебя вообще было-то. Фу, даже не спрашивай. Конкурс «Грана выживания». Мы испытывали, как могли. Я себя тоже попыталась испытать, но, если честно, это было очень сложно. Я бы сама никогда на это не согласилась. Поэтому спасибо, Орел и Решка, за то, что вы предоставили мне возможность стать сильнее, круче и намного более сумасшедшей. Пожалуйста, я вас умоляю, я даже жука сажу, я поеду. Только, пожалуйста, не надо. Только не вода, блин. Как я здесь пролазил вообще? Мы точно тут заходили. Ударился сильно? Практично. Дим, а если я буду тонуть, ты меня спасешь? Я красиво сниму. Спасибо.